Славянский район всегда щедро делится со всеми желающими своими лучшими наработками во всех отраслях. Одна из таких щедрых отраслей – образование. На днях педагоги и воспитанники станции юных натуралистов Славянска-на-Кубани принимали делегацию гостей из Староминского района. Много у нас семян, которые дети приносят, а вот у меня что-то нашел. Давайте попробуем посадить. Вот так, например, Алиандр у нас приехал из Сочи. Во время Олимпиады привезли стрючок. Нет, это Олимпийский, и вот за это время он у нас вырос. Небольшая по площади теплица станции юных натуралистов Славянска-на-Кубани – это зелёный рай среди серой кубанской зимы. Именно здесь активно выращиваются цветы, которые потом украшают клумбы лицея номер один. Здесь школьники получают первое представление о том, как из крошечного зерна уже в апреле вырастить сочный огурец, а ещё попробовать себя в роли настоящего агронома, применяющего новые методики в выращивании различных культур. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Такого правила придерживаются и НАТО Славянского района. На своей научно-опытной базе они всегда рады видеть гостей из числа коллег и всех тех, кто неравнодушен к вопросам естественно-научного развития детей. На этот раз они делились опытом в вопросах аграрного воспитания школьников с коллегами из Староминского района. Это те люди, которые заинтересованы в том, чтобы работу по трудовому обучению, по развитию аграрной направленности в наших образовательных учреждениях, чтобы её восстановить, каким-то образом развивать. Они приехали для того, чтобы мы поделились с ними своим опытом работы. В ходе встречи воспитанники станции юных натуралистов поделились своими наработками. Для тех ребят, кто больше растений любит животных, на станции есть свой зоо-уголок. Экскурсию по которому провели гостя. Ведь воспитывать любовь к животным, учить детей, правильно ухаживать за братьями нашими меньшими – это неотъемлемая часть воспитания жителя аграрного региона. Попугаевы определенно разназываются. Так что учесть, у нас они нет возможности наблюдать за тем, как происходит насиживание, как потом выканивание происходит, заботу о том, что проводят волны все попугайчики. Очень интересно наблюдать, как появляется оперение попугайчиков. Как они выползают сначала беспомощные, лысенькие, потом потихоньку-потихоньку обрастают. И тем самым могут тоже написать об этом научную работу. Как поделились гости из Староминского района, такого колоссального опыта в подобного рода работе у них нет. Но экскурсия у славянских юнатов их воодушевила. Сейчас просто действительно политика разворачивается в нашем регионе такая, что трудовое воспитание является одной из важнейших задач основного воспитания. И аграрная культура, получение аграрной культуры, детям в нашем аграрном регионе – это сейчас вопрос стоит очень остро. Поэтому тот опыт работы, который нам представили коллеги, мы хотим взять для своих дальнейшего использования и поделиться на районном методическом объединении учителей технологии и биологии теми наработками, которые мы сегодня получили. Огромное спасибо за такую теплую встречу. В дальнейшем мы надеемся на сотрудничество совместное. Очень было нам приятно пообщаться, ведь это опыт для нас очень большой, для нашего района. Кроме теории и практики, гости нашего района смогли познакомиться с документацией, которая требуется для грамотной организации уроков технологии и создания опытных участков, требования к которым предъявляются самые серьёзные. По организации этой работы в нашем муниципалитете есть хорошие наработки, которые в свою копилку увезли домой староменчане. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».